Добрый вечер! На канале Теледом наступило время встречать гостей. Я, Елена Липина, приветствую вас из студии на Невском проспекте. Мы в прямом эфире. Летний сезон в самом разгаре. Конечно же, как правило, в эту пору перед родителями встает важный вопрос. Куда отправить своего ребенка отдыхать? На дачу к бабушке или самим как-то организовать свой летний отпуск так, чтобы провести время с ребенком. Но опять-таки такая возможность есть не у всех. Вот что сделать, как устроить отдых ребенка, чтобы он провел время с толком, то есть окреп, чему-то научился. Об этом мы сегодня узнаем у наших гостей. В гостях у нас генеральный директор компании incamp.ru, это интернет-магазин по продаже путевок в летние детские лагеря. Елена Рыженкова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть у нас в студии. Вот, Елена, у многих слово лагерь сразу автоматически носит такую негативную окраску. Считается, что любящие родители своего ребенка в лагерь не отправят. А если отправят, то уже от безысходности. Обязательно постараются что-нибудь придумать. И так было долгое время. Такое отношение к лагерю было долгое время. Как вы считаете, сейчас что-то изменилось? Я на самом деле с вами безусловно согласна, потому что по роду своей деятельности сталкиваюсь с большим количеством родителей, которые, опираясь на свой, ну не совсем положительный отдых, положительный опыт отдыха в лагере в свое детство. На свой собственный. Они считают, что ситуация, в общем, с современным отдыхом в лагере тоже, ну мягко говоря, не сильно отличается. Письма домой маме, мама забери меня отсюда. Слезы, тоска. Я хочу сказать, что за последние 10 лет ситуация с отдыхом в детских лагерях претерпела существенные изменения и, надо сказать, в лучшую сторону. Потому что на рынок пришли коммерческие лагеря во главе с профессионалами, просто влюбленными в свое дело. Это важно, потому что слово коммерческий, оно тоже у многих вызывает опасения, согласитесь. Да, есть такое. Но надо сказать, что на самом деле в России два типа лагерей, да, сейчас это бюджетные и лагеря, которые находятся на балансе крупных предприятий и так называемые коммерческие площадки, про которые я сказала. И, естественно, за счет высокого уровня конкуренции, надо сказать, что уровень сервиса, качество досуговых программ, условия размещения и безопасности детей в лагере достаточно высоки. Поэтому не стоит сильно опасаться, если возникло женание отправить своего ребенка на отдых в лагере. А что делать родителям, которые, может быть, и не против того, чтобы их ребенок провел время в лагере, но как-то боятся, опасаются, куда им обратиться, может быть, да, с чего начать? С чего начать? На самом деле, наверное, если родитель задумывается о том, чтобы первый раз отправить своего ребенка в лагерь, стоит обратить внимание на два основных аспекта. Первое – это критерии выбора оптимального или правильного лагеря для своего ребенка и, безусловно, вопросы психологической адаптации. Вот, да, это очень важно, потому что особенно если ребенок первый раз едет, и часто даже взрослые дети не могут самостоятельно каких-то многих простых вещей. Ну, испытывают дискомфорт, безусловно. Давайте об этом, наверное, поговорим. Да, 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 конечно, потому что вот эти мелочи бытовые, они же очень важны для ребенка, когда, ну, может быть, действительно он дома настолько опекаемый, он не связан с тем, что ему надо чашку поставить в мойку, да, или там что-то за собой убрать, прибрать, застелить кровать, выбрать себе даже одежду, например, в которую он выйдет из дома, потому что мама вешает ему все на плечики, как приготовить в лагере, он ежесекундно сталкивается вот с такими проблемами, о которых он даже не подозревал. Все начинается с родителей. И главный совет, который хочется дать родителям, очень много, практически все зависит от вашего психологического настроя и того эмоционального посыла, который вы испытываете в момент выбора ребенка в лагере, да. Мотивация, да, собственно, зачем отправлять ребенка в лагерь? Если у вас есть положительный опыт, поделитесь с ребенком. Если у вас есть негативный опыт отдыха в лагере, не надо пугать ребенка, покажите ему пример, как вы преодолели возможные трудности, да, это самое как бы основное. Воспользуйтесь советами своих друзей, у которых есть положительный опыт отправки ребенка в лагерь. Безусловно, найдите возможность пообщаться с представителями лагеря лично или по телефону, или если есть возможность, возьмите ребенка с собой, съездите в лагерь, чтобы ребенок мог посмотреть, что это такое. Потому что, скорее всего, конечно, каждый ребенок, но он обучаемый, он очень многим вещам, может как раз действительно научиться в лагере очень быстро и легко. Главное, чтобы на первых порах был кто-то, кто не скажет так, ну-ка быстро, все уже сделали, а ты тут один копаешься. А как ты ему помог, может быть, первый раз, два? Донесите для ребенка мысль о том, что все вопросы, которые у него возникают, безусловно, есть такой период адаптации в лагере, как правило, он длится от двух до трех дней. Это когда ребенок подпадает в незнакомую обстановку, он часто расстроен или подавлен, или не знает, что делать, или боится. Да, давайте ребенку наставление, что в случае возникновения каких-либо проблем от питания, общения, бытовых, нужно обращаться к вожатому. Прежде чем позвонить домой и в расстроенных чувствах пожаловаться маме, в общем, что, допустим, что-то плохо, надо отдать должное, что иногда бывают такие звонки домой, ребенок обращается за помощью, говорит, что вот все плохо, только по одной простой причине, что ему что-то не понравилось, да, или ему просто дискомфортно, потому что он резко поменял обстановку, в общем, из достаточно комфортной семейной на большой коллектив и, в общем, много незнакомых людей. Да. Пожалуйста, советы родителям, займите немножко позицию невмешательства. Пообещайте ребенку, что вы не приедете мгновенно, если он позвонил и пожаловался вам. Скажите, что вы приедете завтра или послезавтра. Безусловно, для своего успокоения нужно позвонить вожатому и, в общем, проконтролировать ситуацию. Но такой период отсрочки позволит ребенку проявить какую-то самостоятельность, да, делал какой-то шаг навстречу. Если мы далеко отправляем ребенка, скажем, в Крым или за рубеж, то такой возможности физически может не быть у родителей моментально приехать по первому зову, правильно? То есть не нужно, в общем, поддаваться панике, да, нужно ребенку, естественно, успокоить, опять же, дать совет обратиться, в общем, к вожатым, потому что вожатый – это самый близкий и добрый друг. А вот как выглядит сейчас современный вожатый? Слушайте, потрясающий, на самом деле, вопрос. К слову, хочу сказать, что буквально пару недель назад я прочитала статью Дмитрия Быкова, в которой он рассуждает о поколении современных детей 1985-1995 годов рождения, то есть ребят, которым сейчас 18-28 лет. И он поколение этих детей называет поколением Б, от слова «бег». И дает им такую характеристику, что это ребята, очень быстро пасующие перед трудностями, да, зарывающие в землю свои таланты. Вот они вроде бы с такой, они имеют, в общем, все данные для того, чтобы проявить себя самостоятельно, выйти во взрослую жизнь, но какие-то первые трудности, в общем, пасуют они, да, и первые трудности их как-то не дают им возможности самореализоваться. Это поколение нынешних 18-28 лет. 18-28, да, вот автор дает такую характеристику. Я когда прочитала статью, я обрадовалась. По одной простой причине, что у меня перед глазами совершенно другой пример. У меня перед глазами ребята 20-25 лет, это как раз возраст современного вожатого. Я знаю огромное количество молодых ребят, которые работают в лагере. У нас коллектив компании в большинстве состоит с вами из вожатых. Они потрясающие. Они активные, они энергичные, они обожают своих детей. Они готовы делиться с ними опытом, эмоциям, времени, своей любовью. И они меня просто вдохновляют. Поэтому современный вожатый – это молодой человек, который выбрал данную профессию не из-за денег и не из-за карьерного роста, а в первую очередь по призванию. Просто а насколько 18-летний вожатый может быть ответственен за здоровье, за жизнь, за пребывание ребёнка в лагере? Потому что, вы знаете, я вспоминаю, у меня лично был собственный опыт, когда мне было 17, но так получилось, что я тоже была вожатой в лагере. У меня были прекрасные отношения с моими 10-летними детьми, которые были у меня замечательные совершенно, мы очень друг друга любили, расставались со слезами. Но я сейчас вспоминаю себя, и я понимаю, что ведь, собственно, я тогда в развитии не очень далеко ещё ушла от своих же собственных детей. И я о стольких каких-то проблемах даже не задумывалась и не подозревала, и даже не думала о том, что они могут быть. Слава Богу, что у меня их не возникло. Но вот я сама была в тот момент не слишком зрелым человеком, как мне сейчас кажется, мне как маме. Вам как маме, безусловно. Но это же не даром традиция, когда вот средний возраст вожатого как раз 20 или 20 с небольшим лет. И это ребята, как правило, сами с опыта в лагерях, они прошли специальную подготовку, они прошли специальное обучение. Во многих лагерях существуют так называемые вожатские школы. То есть это не просто молодые ребята с улицы, которые, в общем, не понимают, что они делают. Приехали подзаработать. Или там практиканты по принуждению, как это у нас практиковалось какое-то время назад. Я хочу сказать, что современные вожатые — это потрясающие люди, которые, в общем, готовы воспитывать детей и брать ответственность. А с ними общаются? Может быть, их психологи тестируют? То есть какая-то подготовка, например, помимо вожатских школ существует? На самом деле... Потому что это ключевой вопрос. Ключевой вопрос. Кто эти люди, которые будут днём и ночью с моими детьми и круглосуточную ответственность нести за них? Конечно, я с вами абсолютно согласна. И любой лагерь, который заботится о качестве оказываемого сервиса... Как он выбирает вожатого? Вопросы педагогического состава уделяют колоссальное внимание. Есть разные моменты. В том числе работает канал Сарафанова радио. Когда вожатые, которые уже имеют хорошую рекомендацию, приводят, например, своих друзей. Безусловно, это получается большая дружная семья, когда все друг друга знают и понимают, что они могут делегировать какую-то полномочию, ответственность. То есть существует такой момент. Безусловно, люди с улицы не приходят. Изначально человек отправляется на стажировку, прежде чем стать, например, вожатым отряда. И он оценивается старшим воспитателем, руководителями лагеря. Безусловно, в среднем на отряд 2 или 3 человека. На отряд из каких детей? Оптимальная цифра это 20 человек. Больше это уже, конечно, дискомфорт и для детей, и для вожатых. Поэтому при выборе лагеря стоит ориентироваться на такую цифру. Что касается количества вожатых или воспитателей, если возраст ребенка 7-9 лет, то это 3 взрослых. Если дети постарше, то это 2 человека. Вот сейчас очень популярно делать лагеря с какой-либо направленностью. Это либо спортивный лагеря, либо танцевальный, либо языковый, что тоже очень популярно. Мы о таком даже не мечтали. Мы о таком даже не мечтали, конечно. Все ограничивалось кружками. Но тем не менее, вожатые, которые с детьми, они выполняют функцию таких ведущих, заменяют маму, папу. А все, что касается языков, спорта и так далее, существуют еще какие-то педагогии. Правильно я понимаю? Либо сами вожатые, имея какие-то способности, например, кто-то великолепно поет, кто-то хорошо танцует, кто-то обладает знаниями иностранного языка. Соответственно, вожатые в течение смены ведут так называемые клубы. Например, занимаются с детьми спортом, поют, ставят спектакли, изучают язык. Плюс есть дополнительные педагоги. Очень важны, конечно, еще условия бытовые. Сейчас ведь тоже, наверное, родители, естественно, обращают внимание на то, в каких бытовых условиях будет ребенок пребывать. А вот вся вот эта история с удобствами на улице, она существует еще? Да, она существует. Это лагеря, которые продолжают существовать на протяжении последних 30-40-20 лет, и в которых условия, к сожалению, не меняются из-за отсутствия финансирования или по другим каким-то причинам. Но, тем не менее, там все равно может быть хороший моральный климат, да? И хорошие вожатые педагоги, предположим, да? Конечно, безусловно. И главный совет родителям, опять же, хочу, может быть, еще раз повторить, общайтесь с спецсоставом. В хорошем лагере педагогический состав адекватный. Вас всегда выслушают, ответят на все ваши вопросы, с вами лично познакомятся, в общем-то, все расскажут и покажут, да? А если не захотят выслушивать или отвечать на какие-то вопросы, это должно как-то насторожить родителей при выборе лагеря. Конечно. Еще очень важна, конечно, самая, мне кажется, важная, это мотивация родителей. Зачем родитель отправляет ребенка в лагерь? Вот ему нужно самому определиться, чтобы просто спихнуть в свое чадо куда-нибудь. Или потому что некому сидеть, нет бабушки, нет дачи и так далее. И надо куда-то ребенка пристроить на лето. И тогда родитель отправляет ребенка хоть куда. Но я так понимаю, что сейчас очень популярна как раз такая тенденция, когда, может быть, и есть и дача, и бабушки, и даже есть возможность куда-то поехать с ребенком, но родители все равно осознанно... Многие родители осознанно отправляют ребенка в лагерь, да, потому что это действительно качественный, интересный, очень разнообразный и полезный досуг. И многие дети, съездив первый раз в лагерь, в общем-то, просятся на следующий год, снова-снова рассказывают своим друзьям. И количество детей ежегодно в отдыхающих лагерях увеличивается. Ну, я знаю, что даже к европейскому опыту обратиться, у них не существует такого... То есть, конечно, существует понятие каникул, которое, в принципе, короче летней каникулы, чем у нас в России. И родители, несмотря даже на то, что срок вот этот вот достаточно маленький, они все равно пытаются ребенка своего пристроить, потому что что такое просто отдыхать? Они не понимают, ребенок проводит время, он должен проводить его с пользой. Он не должен это время терять бестолку на просто ничего, не делание. Это хорошо, если ребенок книжку прочитает за лето. Это уже считается счастьем. Ну, в общем, многие родители считают, конечно, неправильным такой подход к делу. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. И мне бы очень хотелось уже поближе к делу, поближе к этому сервису, incamp.ru. Это сайт, где, собственно, можно выбрать направление, выбрать путевку, определиться с лагерем, с отдыхом, вообще посмотреть, какие варианты возможны. Мы это сделаем после паузы небольшой, друзья. Поэтому далеко не уходите. Я напоминаю, говорим мы сегодня о детском отдыхе, о летнем детском отдыхе. А так как сегодня еще только 1 июля, еще 2 месяца летних впереди, у вас еще есть возможность, может быть, сделать отдых вашего ребенка этим летом интересным, увлекательным и очень полезным. Так что скоро продолжим. Мы возвращаемся в студию на Невском проспекте. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Елена Рыженкова, генеральный директор компании incamp.ru, интернет-магазин по продаже путевок в детские лагеря. Ну и говорим мы сегодня о детском отдыхе, естественно, о том, как сделать его разнообразным и полезным. И вот хотелось бы уже, конечно, обратиться собственно к этому сервису incamp.ru. Друзья, я, кстати говоря, хочу отметить, что сервис этот абсолютно бесплатный, сайт этот, да, и услуги сайта абсолютно бесплатные, но очень удобная такая история, где вы можете выбрать абсолютно лагерь себе по интересам вашего ребенка, да, по интересам своим, то, что вам бы хотелось. Вот, во-первых, расскажите, насколько обширна вот ваша система, сколько лагерей вы сейчас включаете. Я с удовольствием расскажу. Наш сайт создан специально для родителей. Что важно родителям, которые планируют отправить своего ребенка в лагерь? Безусловно, это вопрос безопасности, это вопрос бюджета, и это вопрос удобства, поиска качественной информации о том или ином лагере. Мы позаботились обо всех этих моментах. На лето 2013 года на нашем сайте представлено более 300 программ летнего отдыха, и наш интернет-магазин на данный момент это самая большая, самая обширная база лагерей по Российской Федерации. И я так понимаю, что путевка, купленная через ваш интернет-магазин, чаще может обойтись даже дешевле, чем если родители будут заказывать в лагере. Дешевле, чем напрямую в лагере. Да, и благодаря определенной системе бонусов, скидки в стоимости путевки могут иногда доходить до 10 тысяч рублей. Достаточно существенный момент. Хочу сказать отдельно о вопросе безопасности. Очень многие родители спрашивают, задают вопросы. Конечно, потому что ребенок должен доехать, если лагерь находится далеко, вернуться. Вернуться, и там он находится без надзора родительского. Там он купается, катается на лошадях, если это какой-то спортивный лагерь. Мы решили предоставить родителям как можно более адекватную информацию об отдыхе в различных лагерях. Мы публикуем на своем сайте отзывы. Отзывы только тех родителей, которые купили путевку через наш сервис. Никакой другой сторонний пользователь интернета не может зайти. Не может зайти конкурент и написать, что этот лагерь ужасен. Я хочу сказать, что, безусловно, отзывы различные. Негативные отзывы публикуете? Негативные отзывы тоже есть. Мы их публикуем. Это политика компании наша, направленная, еще раз повторю, на то, чтобы именно предоставить родителям качественную, достоверную информацию. Если говорить, что везде, в общем-то, все хорошо, но это неправда. И, естественно, наша политика направлена на то, что мы публикуем какие-то негативные отзывы. Она, в общем-то, мотивирует лагеря улучшать качество своих услуг. И если такой отзыв на сайте оставлен, мы предоставляем лагерю право прокомментировать ситуацию. То есть таким образом показывая ситуацию с двух сторон. И вот я просто уже открыла сейчас ваш сайт, собственно, nk.ru. Я так понимаю, что очень удобная навигация. Мы можем выбрать любую страну. И да, здесь несколько стран, помимо России. Сколько стран вы представляете? Мы представляем, значит, помимо России у нас есть лагеря на Украине, в Белоруссии, в Молдове, во всех странах Европы, США и Канаде. То есть даже туда можно отправить ребенка через ваш сервис. Да, и лагеря в Соединенных Штатах Америки пользуются, в общем, достаточно большим спросом. Одна из очень удобной системы навигации, это можно выбрать лагерь по типу, как мы уже с вами говорили, начиная от оздоровительного, заканчивая любым спортивным лагерем, языковым лагерем. Что значит языковой лагерь? Что значит языковой лагерь? Когда ребенок... Самая главная задача нахождения ребенка в лагере, это, безусловно, отдых. Поэтому никто не проводит время за парты, за забрежкой языка. Все это делается в игровой, доступной для детям интересной форме. Часто с носителями языка, если есть возможность выехать за рубеж, или с высококвалифицированными преподавателями, если лагерь находится на территории России. Все это и игры, тренинги, спектакли, съемки кинофильма. В общем, тематика абсолютно разнообразна. То есть в любой стране я могу отправить своего ребенка, в любую страну, это может быть и оздоровительный лагерь, и... Языковой, и спортивный. У нас в этом году очень популярны футбольные лагеря за границей. Да, у нас лагеря на море, понятно, очень популярны спортивные лагеря. Это тренинги в Прельбрусе, это, пожалуйста, серфинг во Франции, это экскурсии в Англии. То есть, в общем... Серфинг во Франции, надо сказать... Да-да-да, это... Вот мне сразу так себе представляется, опять-таки, безопасность. Насколько она там действительно обеспечена, и как проверить родителя? Безусловно... Я отправляю ребенка во Францию, я не смогу к нему приехать, если что завтра или сегодня. Да, конечно. Прежде чем занимаюсь вопросом подбора лагеря своему ребенку, конечно, нужно собрать максимальное количество, количество информации, и количество лет существования коммерческого предприятия или лагеря на рынке услуг, это очень значимый фактор, и следует ориентироваться на него. То есть, компания, которая возникла, в общем-то, две недели назад, и не имеет опыта отправки детей. Лучше присмотреться. Лучше присмотреться. Благодаря интернету, опять же, и серафанному радио нужно собрать максимальное количество отзывов. Нужно пообщаться с спецсоставом, позвонить в лагерь по возможности встретиться. Ну и, конечно, вы должны своим сердцем, родительским почувствовать, что вы доверяете тем людям, которым вы отправляете своего ребенка. Если вы очень нервничаете, беспокоитесь, то, может быть, не стоит этого делать, иначе это будет часто иметь негативные последствия. А что касается цен, вот сориентируйтесь, ну, примерно, хотя бы я понимаю, что разброс, наверное, огромный, но, во-первых, всегда ли большая цена соответствует высокому качеству, или небольшая цена, наоборот, означает, что будет лагерь. Вы знаете, ну, такая тенденция существует по одной простой причине, что, естественно, чем выше цена, тем больше можно предоставить услуг, да, туда может войти и экскурсионная программа, и, если говорить про языковые лагеря, это, опять же, обучение с носителем иностранного языка и более лучшие условия проживания, но, тем не менее, лагеря с абсолютно скромным бюджетом тоже могут предоставить хороший отдых. Вот, надо сказать, что я на вашем же сайте нашла языковой лагерь в Крыму, смена трехнедельная с языком, я сейчас не буду перечислять полностью программу, языковой лагерь, она стоит порядка 32 тысяч рублей. Это средняя стоимость путёвки. Это три недели. Это три недели от 30 до 40 тысяч рублей. Это соотносимо с путёвками, не знаю, в Турцию, в Египет, вероятно, можно соотнести и исключить, что здесь ребёнок ещё получит некоторое количество часов отдыха ребёнка 2-3 недели в коммерческом лагере, это порядка 30-35-40 тысяч рублей. Елена, расскажите, какие проекты, может быть, сейчас существуют для развития вот этой вот системы летних лагерей? Слушайте, поделюсь своим впечатлением. Недавно ознакомилась с достаточно амбициозным проектом, который планируется запустить в ближайшие годы. Филипп Бахтин его поддерживает, это бывший главный редактор журнала Esquire, я прочитала его великолепную статью. Они планируют построить колоссальный по современным меркам детский лагерь, не побоюсь этого слова, настоящий город на 10 тысяч мест. Для сравнения хочу сказать, что стандартный лагерь это где-то порядка 150-200 детей в смену. Как там навести порядок в таком количестве детей? Это уже их задача. Я просто хочу сказать, что проект амбициозный вдохновляет, потому что планируется современный лагерь с потрясающими условиями, с театром, с аквапарком, то есть с великолепными бытовыми условиями, с качественным педагогическим составом, с уникальной досуговой программой. И это действительно новые явления на рынке детского отдыха. А вы считаете, что за такими лагерями именно будущее? Я считаю, что если такие лагеря будут существовать в нашей стране, наряду с теми, которые уже существуют, потому что каждый лагерь по-своему уникален, будет всем только лучше, потому что таким образом это позволит большему количеству детей отдыхать. Если у нас по России сейчас порядка 15 миллионов школьников, то в лагерях ежегодно отдыхает около 10%, чуть больше. Соответственно, если будет предоставлена возможность качественного, хорошего отдыха в детском лагере, то больше детей станет счастливыми. Да, станет счастливыми. Главное, что после летнего отдыха они вернутся не только отдохнувшими, загоревшими, накупавшимися, но, может быть, где-то подучат язык, может быть, научатся еще чему-то, приобретут какие-то знания, навыки. Научатся общаться. И главное, научатся общаться и научатся все-таки отвечать сами за себя. Это тоже очень важно. Это опыт бесценный. И чем раньше, мне кажется, человек начинает его приобретать, тем лучше для него же. Елена, спасибо вам огромное. Спасибо. Напоминаю, в гостях у нас сегодня была Елена Роженкова, генеральный директор компании income.ru, интернет-магазин по продаже путевок в детские лагеря. Елена, спасибо большое, что вы к нам пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова